МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь, кстати, такое предупреждение. Нет. В январе, согласно статистике, самое слабое сердце, то есть функция сердца, ослаблена из-за биоритмологических факторов, из-за того, что вот этот холод. Сердце – орган, грубо говоря, теплый, огненный. И когда температура понижается, окружающая, естественно, это сказывается на его работе. И что я бы хотел вам сказать, что вот именно сейчас, в январе, оно самое слабое, и причем это не мои замечания, а статистика есть, что больше всего вызов с сердечными нарушениями, болезнями наблюдается в январе, и наблюдается, когда самое жаркое, там, в июне, в июле. Из-за чего? Из-за того, что жара тоже ведет к перестимуляции этого жаркого органа, и он выходит из равновесия. То есть это согласно учению древних. А статистика современная, особенно насчет января, это подтверждает. Поэтому сейчас, особенно у кого слабенькое сердце, постарайтесь вот в эти вот дни рождественские не переедать. Потому что это тоже нагрузка на организм, нагрузка на сердце. Особенно когда вы наелись, у вас живот большой, диафрагма там не работает, а наоборот, она подперла сюда, и мешает работе сердца, она, понимаете, давит на него. Вот это вот учтите. Умеренность, прежде всего, теплые напитки, с тем же шиповничком, добавляете немножечко метка, и ваше серденько будет отлично работать. Плюс, не забывайте о пророчной пшенице и блюдах из него, которые я вам регулярно показываю вот в своих вот этих вот еженедельных, ежедневных наставлениях по дням. Предупрежден, значит, вооружен. Прекрасная погода.